Изменения в структуре руководства области, инвестиционный климат в регионе и другие важные показатели нашего края студентка Ксения Харькова знает на отлично. Девушка учится на третьем курсе экономического факультета и информацию о работе органов власти собирает не из простого любопытства. Важные данные ей необходимы для исследований. Чаще всего, конечно, я использую официальные порталы органов власти, как федеральных органов власти, так и региональных, ну и, безусловно, местные порталы. Ну, кроме того, хотелось бы, наверное, что-то видеть и в социальных сетях. И такие аккаунты есть. У главы региона, председателя правительства и его заместителей заведены собственные странички во всех социальных сетях. Здесь люди могут не только отслеживать их деятельность, но и принимать активное участие в обсуждении. Вовлеченность жителей в процесс управления регионом – один из главных критериев дальнейшего развития. Проекты по повышению эффективности власти как раз рождаются, должны рождаться от предложений жителей Ярославской области. Один из таких успешных примеров – губернаторский проект «Решаем вместе». Жители сами выбирают реконструкцию, какого объекта стоит провести. В дальнейшем люди могут контролировать ход работ. Для этого создан специальный сайт, где выкладывается вся актуальная информация. И это далеко не последний инструмент взаимодействия общества и власти. Направить свое обращение к главе региона можно уже сейчас. Для этого заходим на официальный сайт правительства Ярославской области, выбираем вкладку «Обращение граждан» и нажимаем «Направить письмо». Дальше следуем четкой инструкции составления обращения. Заполняем обязательные поля фамилии и имя. Набираем текст обращения. Прикрепляем необходимые файлы. Это могут быть фотографии или какие-то электронные таблицы, а также документы. И нажимаем «Отправить». В течение 30 дней должен быть получен ответ. Ускорить процедуру позволит еще один интернет-ресурс приема обращений граждан. О его создании говорили зимой эксперты группы «Открытая власть», собранной в рамках подготовки программы социально-экономического развития региона, 10 точек роста. 1 августа в пилотном режиме сайт должен заработать в Ярославле, а уже в следующем году по всей области. На этот портал каждый житель Ярославской области сможет отправить заявку, жалобу, предложение и подкрепить свою информацию фотографией. Соответственно, в случае, если это будет устранимая причина в кратчайшие сроки, то реализация этой жалобы или проблемы будет реализована даже в течение суток, а то, может быть, и нескольких часов. Кроме того, студенты предложили создать мобильные приложения для приема обращений граждан, а также усилить работу в социальных сетях. «Использование всей мощности мобильных приложений, о чем сегодня говорилось, и специальных средств, которые доставляют видеоконтент и позволяют в открытом эфире обсуждать вопросы и задавать вопросы, это не надо зацикливаться на каком-то одной выбранной платформе». Сейчас жители могут влиять на законодательные инициативы через портал народного правительства, высказывать свое мнение в комментариях на официальных страничках представителей власти, и отслеживать выполнение работ с помощью регионального геопортала. Список будет расширяться, ведь только за первый квартал этого года от граждан в электронной форме поступило около 4000 обращений. Павел Волков, Денис Ромашов. День в событиях.